Тема сегодняшнего вебинара «Результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 года. Из опыта работы экспертов». Проведет вебинар Гармаш Светлана Васильевна, кандидат филологических наук, ведущий автор пособий отдела русского языка и литературы нашего издательства. Все материалы проводимых вебинаров мы размещаем на нашем сайте в день проведения вебинара после 18.00 по московскому времени на нашем сайте, на странице вебинаров. Ознакомиться с графиком следующих вебинаров вы также можете на нашем сайте. Кроме того, вам доступна функция «Запланировать участие». Она удобна тем, что незадолго до мероприятия, а именно за день и за час до него, вам на вашу электронную почту поступает напоминание и ссылка для входа на вебинар. В чате я нахожусь под именем модератор. Если есть вопросы к модератору, вы можете их задавать с помощью кнопки «Задать вопрос» в левой части экрана. Вопросы лектору, пожалуйста, адресуйте в чат. Желаю всем благотворной, успешной работы и приглашаю к разговору нашего лектора. Желаю вас сегодняшним днём. Наверное, вы все в курсе, что сегодня знаменательная дата нашего классика, юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. И в такой замечательный день мы с вами поговорим не менее о замечательных вещах, которые мне удалось узнать из работ выпускников 2018 года. Как говорят наши студенты, в замечательных кавычках, потому что, как правило, то, что хорошо получается, обсуждению не подлежит. Мы же с вами скорее будем говорить о том, что ещё не получается у наших одиннадцатиклассников. Сегодня, как и было заявлено, мы поговорим о результатах единого государственного экзамена по русскому языку в 2018 году. Но понятно, что результаты были бы не столь интересны, если мы бы не видели за этими результатами перспектив роста и тех возможностей, которые эти результаты дают для дальнейшей работы, для улучшения работ выпускников уже в 2019 году. И об этом как раз-таки свидетельствуют те вопросы и пожелания, которые пришли на наш адрес, и на которые я отвечу либо в течение нашей встречи, они уже предваряя, я, в общем-то, предполагала, что подобные вещи могут заинтересовать коллег, уже включила непосредственно в презентацию, а частично часть вопросов отвечу по завершении. Все вопросы, которые у вас возникнут по ходу, я также на эти вопросы с удовольствием буду отвечать по мере тех сил, возможностей, которыми обладаю. Вы обратили внимание, наверное, в самом названии вебинара из опыта работы эксперта. Я работаю в качестве эксперта второй части, ну а раньше, в части С, уже более 15 лет, с того момента, как Ростовская область попала в эксперимент. И, в общем-то, есть с чем сравнивать, и есть результаты, которые, ну, результаты вот этих наработок. Ну, это все вступление и лирика, а я думаю, что нам уже пора перейти непосредственно к разговору. Итак, первоначально посмотрим, какие же результаты. Я полагаю, что вы уже с ними знакомы, но еще раз обратим внимание, что в 2018 году одиннадцатиклассники написали единый государственный экзамен в целом лучше, чем в предыдущие годы. Вы видите, что средний тестовый балл составляет 70,9. И часть из этого балла, конечно же, принадлежит и заданию с развернутым ответом. Именно это послужило одной из причин тех изменений, которые будут у нас в 2019 году как в первой части работы, так и во второй. Что же конкретно было в нашей работе, в работе с развернутым ответом? Если сопоставлять с общими российскими результатами, то те работы, которые довелось проверять, не работы, как правило, в основном это выпускники Ростовской области, они, эти результаты, безусловно, сопоставлены. Поэтому я сочла возможным вставить в нашу презентацию ту информацию, которую предлагает ФИПИ на своем официальном сайте. На этой схеме, на этом графике хорошо видны те проблемные точки, с которыми столкнулись выпускники 2018 года. И полагаю, что эти же проблемные точки сохранятся и в 2019 году. А именно, ну вот здесь, те, кто не знаком с этим графиком, я немножко поясню, почему так много полосочек. Красная полоса – это 50%, это такой необходимый минимум, который нужно преодолеть. Четыре разноцветных линии – черная, зеленая, синяя и вот такая розово-фиолетовая – соответствуют четырем уровням подготовки выпускников. Практически неудовлетворительный черный, удовлетворительный зеленый, хорошая подготовка и так называемая практически отличная подготовка – это те ученики, которые находятся в диапазоне от баллов от 80 до 100 в конечном тестовом баре. Но, как вы можете видеть, что даже у самых хорошо подготовленных ребят тоже есть проблемы. Причем эти проблемы, вне зависимости от того, в какую группу попадают наши 11-классники, практически одинаковы. Если К1 – это крайний столбик с формулировкой проблемы и с точки зрения автора критерий К3 у большинства более или менее все нормально, то К2 – комментарий, вы видите, что далеко не всегда и этот критерий проседает. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в К7 – это наша орфография, К8 – пунктуация, немножко приподнимаемся на грамматике и речи. Безусловно, высокий результат, и это, я думаю, заслуга наших преподавателей – это К11 – этические нормы. Сейчас практически не встречается работ учеников, чтобы ученики позволяли себе грубые высказывания как в отношении автора, так и в отношении тех проблем, которые затрагиваются в текстах. Ну и опять чуть ниже оказывается фактический материал, знание фактического материала. Мы с вами будем проходить не по всем этим критериям, не с 1 по 12, а те, которые либо находятся вот в нижней точке с одной стороны, либо те критерии, которые необходимо уточнение, пояснение, может быть, в связи с подготовкой к ЕГЭ 2019 года. Как я уже сказала, большинство выпускников 2018 года овладели умением формулировать проблему К1 и определять позицию автора по отношению к этой проблеме. Если у кого-то какие-то еще вопросы остаются по этим двум критериям, вы можете их задать в чате, я дам какие-то пояснения. А вот умение комментировать уже совершенно другая ситуация. Наш критерий К2. Здесь на диаграмме вы видите на 3 балла, а это была максимальная оценка комментария. Написали комментарии 47,5% 11-ти классников. На 2 балла 32%, на 1 балл 13,8%. Остальные ученики вообще за этот вид работы по этому критерию не получили баллов. Возникает вопрос. Такая сложная ситуация. Критерий явно проседает. Значит, почему же в этом году его еще более, ну, скажем так, усложнили? Давайте этот вопрос мы сейчас подвесим в воздухе и ответим на него чуть-чуть позже. Методические рекомендации ФИПИ подтверждают эту мысль. Уровень сформированности у выпускников умения проводить текстовый анализ по-прежнему недостаточно высокий. И с целью повысить этот уровень как раз-таки и были внесены изменения в задания, связанные с этой частью сочинения. Для того, чтобы поговорить о новшествах в построении комментария, мне бы прежде всего хотелось остановиться и вспомнить основные принципы построения комментария. То основные из них заключаются в следующем. Комментарий должен быть логически связан с предшествующей и последующими частями. Он обязательно должен опираться на текст, но при этом не превращаться в пересказ, а тем более в цитирование больших кусков текста. И, что немаловажно, и вот здесь на этом бы я заострила внимание, фактуальная информация текста, то, что можно было бы сказать, пересказательная часть текста, должна обязательно обрамляться концептуальной информацией от автора сочинения. Зачем герой это сделал? Как характеризуют герои эти слова? С какой целью автор привел эту цитату? Дело в том, что вот эти рекомендации, они не появились сегодня и в связи с новой формулировкой, с новыми критериями оценивания. Эти же требования предъявлялись к комментарию и в 2018 году. Как эксперт могу вам сказать, что очень часто вот эти требования, эти основные принципы одиннадцатиклассниками не соблюдались и были допущены ошибки, о которых я тоже покажу и о которых расскажу чуть позже. Структура комментария, то, о чем я как раз таки сказала. Фактуальная информация, вы видите на этой схеме, насколько она занимает место. Я на данном рисунке постаралась даже показать, что факты, которые одиннадцатиклассник берет из текста, они занимают не столь значительное по объему место, как то, как ученик интерпретирует ту или иную информацию. Данная структура комментария отражает требования 2018 года. Для того, чтобы вот этот, эта структура заработала в 2019 году, здесь не хватает, пожалуй, только одного. Здесь не обозначена обязательная смысловая связь первого примера иллюстрации и его объяснение и второго примера иллюстрации и его обоснования. Мы же, когда проверяли работу 2018 года, опирались на подобную структуру. Какие же типичные ошибки были допущены? Сразу хочу сказать, что работ, в которых не было комментариев вообще, а это тоже ошибка, и это оценивается нулем баллов, в работах 2018 года было не так много. Ученики внимательно, достаточно внимательно читали задания, достаточно хорошо знали структуру сочинения, которое им предстояло писать, и пытались между формулировкой проблемы и формулировкой позиции автора вставить какой-то фрагмент. Я почему не употребляю слово «комментарий», потому что эти фрагменты далеко не всегда можно было назвать комментариями. То, что было, это мог быть пересказ, это могла быть большая цитата, это могли быть какие-то посторонние рассуждения. Какие типичные ошибки встретились в работах учеников? Комментарий подменяется пересказом. Вот один из фрагментов такого сочинения. В данном фрагменте автор рассказывает о том, как мы не ценим старые вещи, выкидываем их на свалки, а взамен покупаем что-то современное, новое, красивое. Это практически дословно краткий пересказ фрагмента текста без каких-либо объяснений, с какой целью автор говорит об этом, как это влияет на раскрытие точки зрения автора. Здесь мы не видим подобного рода комментарии. Я говорю, что подобного рода фрагменты, конечно, не были оценены не то, что высоким баллом, но практически получали ноль. Второй тип ошибки – это отсутствие примеров иллюстрации. Старые вещи несут за собой множество приятных моментов. Они позволяют окунуться в прошлое, вспомнить фрагменты из своей жизни. Благодаря старью, как молодежь привыкла выражаться, мы можем пояснить и многое рассказать своим детям. В данном фрагменте, хотя и написанном по, скажем, мотивам проблемы, поставленной в тексте, абсолютно нет ни одной отсылки к тому тексту, по которому писалось это сочинение. Никто не требует обязательно указывать номер предложения или номер абзацев, в котором эта мысль обозначена. Но для того, чтобы этот комментарий действительно стал комментарием, желательно употребить хотя бы в одном из примеров иллюстрации действительно словосочетание или же часть предложения, которое затем и будет пояснено. Такой пример, как в данном случае, не может быть оценен в силу того, что эти общие фразы не подкрепляются фразами из текста. Нет опоры на текст. Как и в следующем. Проблема, которая поднимается в этом тексте, является социальной. Она обсуждается в СМИ. Ей уделяют внимание многие писатели и поэты. И она не теряет своей актуальности и в наше время. Проблема была обозначена. Единичку за первый критерий, по первому критерию, ученик получил. Но вместо того, чтобы дать текстовой комментарий, а именно такой комментарий требуется сейчас от 11-ти классников, ученик попытался дать комментарий концептуальный, объяснив актуальность и значимость данной проблемы в настоящий момент. Никто не отрицает, что подобного рода высказывания могут присутствовать в комментарии, но они должны быть или могут быть лишь его частью. А далее или наоборот, предваряя вот такие высказывания, должно быть объяснение примеров из текста, должна быть опора на текст. Или еще один вариант, комментария без опоры на текст. Эту нравственную проблему на протяжении многих лет рассматривали многие писатели и философы. Она остается актуальной и в наше время, ведь все чаще на телевидении и в газетах обращают внимание на сохранение памятников старины. Если мы не читаем текст, по которому было написано сочинение, то подобного рода комментарий можно было бы приписать целому ряду текстов разных авторов. Это те типичные ошибки, которые чаще других встречаются в работах 11-классников на уровне комментария. Я хотела бы обратить внимание, что в этом году к этим типичным ошибкам могут добавиться еще несколько. Для того, чтобы это пояснить, я все-таки предлагаю вспомнить изменение критериев оценивания. Если мы с вами посмотрим на эту таблицу, и наверняка вы тоже с ней уже знакомы, мы увидим, что роль комментария в этом 2019 году очень возросла. Если в прошлом году максимальное количество баллов было 3, то в этом году это будет, в 2019 я имею в виду, эта цифра увеличилась до 5. Мы знаем, откуда взялись эти два балла. Их взяли из ранней аргументации, а теперь из отношения к позиции автора по проблеме исходного текста. Об этом мы будем говорить чуть позже, а сейчас вернемся к этой пятерке. Видим 5 баллов, следовательно, этот критерий оказывается наиболее весомым, потому что ни один другой критерий таким количеством баллов оцениваться в 2019 году не будет. На что прежде всего рекомендуют обратить внимание составителям экзаменационных работ. Вот эти понятия, эти вещи обозначены, вот на следующем слайде выделены красным. Это количество примеров иллюстрации, наличие пояснений к примерам иллюстрациям и указание смысловой связи между примерами иллюстрациями. При этом комментарий должен проводиться с опорой на исходный текст и без фактических ошибок. Опору на исходный текст я как раз таки вам показала. Это требование сохранилось как и в прошлом году, а даже не в прошлом году, а на протяжении уже нескольких лет сохраняется это требование. Количество примеров иллюстрации, что их должно быть обязательно два, это требование тоже уже у нас существует, не первый год. А вот два других критерия, наличие пояснений к примерам иллюстрации и указание смысловой связи между ними, между примерами иллюстрациями, здесь как раз таки это то новое, которые и те аспекты, которые и позволяют дифференцировать учащихся, точнее их работы в зависимости от того, что ученик сделал, смог ли он найти два действительно важных примера, смог ли он их объяснить, дать пояснение. И кроме того, то, чего мы не отслеживали, безусловно, в хороших работах эта связь все равно прослеживалась, но теперь на оценку этой связи указывает непосредственно критерий. Это указание смысловой связи между примерами иллюстрациями. О каких двух видах ошибок, которые могут преследовать теперь одиннадцатиклассников, хотелось бы предостеречь? Ну, прежде всего, я говорю о тех, которые, требования, которые появились, появляются в 2019 году. Это отсутствие пояснения к приведенным примерам. Вот как раз таки здесь приведен кусочек комментария, где допущена эта ошибка. Размышляя над проблемой межнациональных конфликтов, автор обращается к собственному жизненному опыту, вспоминая годы Великой Отечественной войны, когда он исходил пешком и Россию, и Европу. Локман жалеет людей, ослепленных ненавистью, и осуждает тех, кто разжигает кровавый туман ненависти между народами. Если бы подобного рода комментарий был написан в 2018 году, ученик уже мог бы претендовать, но это один из примеров, да, мог бы претендовать уже достаточно высокий балл. Потому что здесь не чистый пересказ, есть опора на текст, есть понимание, что хотел сказать автор. Но пояснить эти примеры, как эти примеры работают на раскрытие точки зрения автора, ученик не смог. И за такой комментарий, точнее не комментарий, а фрагмент комментария, оценка безусловно уже будет. Я надеюсь, что вы, если не посмотрели критерии оценивания, то посмотрите в ближайшее время, а там все расписано, сколько должно быть примеров на 1 балл, на 2, на 3 и так далее. Количество слов и даже абзацев в комментарии никто не установит и никто вам не скажет. Тексты сами по себе могут быть самыми разными по объему. И в зависимости от этого, и комментарий может включать больше или меньше слов. Единственный критерий, объективный, количественный критерий у нас один. И он прописан в задании. Общий объем сочинения должен быть не менее 150 слов. А здесь, конечно, можно условно давать рекомендацию, исходя из того, что у нас теперь нет аргументации как таковой, есть только обоснование собственной точки зрения, и не требуется пояснения в качестве аргументации приводить два аргумента, ссылаться на художественную литературу, об этом будем еще сегодня говорить. Но объем, безусловно, там ушел. Следовательно, здесь объем, безусловно, должен вырасти. Но он и не может не вырасти. Я еще раз вам повторю, что если в прошлом году, вот за подобного рода текст ученик мог получить уже довольно высокие баллы, то в этом году этого недостаточно. И уже если... Вот из этого может получиться качественный аргумент, точнее, пример иллюстрация с пояснением. Но этого пояснения здесь пока еще не хватает. По поводу, сразу, наверное, скажу, чтобы уже не возвращаться, по поводу деления на абзацы, комментарии. Да, у нас сейчас два примера иллюстрации с пояснениями, с обозначением смысловой связи между ними. Если структурировать эти, получается, три компонента, да, два примера и смысловая связь. Здесь последовательность этих частей может быть различной. Может сначала пройти два примера иллюстрации, а затем в итоге быть обозначена та смысловая связь, которая возникает между этими примерами по мысли ученика. Можно идти последовательно. После первого примера иллюстрации и пояснения перекидываем своеобразный мостик, даем смысловую связь со вторым примером или привязываем второй пример иллюстрацию с пояснением к первому примеру. Ну, такая ситуация хороша, наверное, когда примеры каким-то образом противопоставляются или сопоставляются. Ну, в частности, первый пример говорит о каких-то положительных чертах, качествах, каких-то ситуациях, а в совсем другую ситуацию или в другие моменты или на другую вещь обращает внимание автор в следующей части своего текста или в следующих предложениях, развивая следующую мысль и так далее. И вот это указание, что одна мысль противопоставлена или одна мысль сопоставляется с другой, это как раз таки и есть обозначение смысловой связи. Ну, я вернусь к тому, с чего, в общем-то, начала. Мы говорили о количестве слов, но чаще возникает вопрос количества абзацев. На этот вопрос никто ответить однозначно вам не сможет. Почему? Потому что членение на абзацы это в первую очередь членение смысловое. И жестким правилам здесь не подчиняется. В зависимости от замысла ученика здесь может быть и один абзац, в который будут включены и оба примера иллюстрации, и пояснения к примерам, и фраза или текст, который связывает, показывая смысловую связь этих двух отрезков. Это могут быть и отдельные абзацы. Во многом определяется это связано и с количеством слов. Если примеры с пояснениями будут достаточно довольно объемными, то, конечно, логичнее было бы выделить их в отдельные абзацы. Если объем небольшой, составляя там одно-два предложения, то, наверное, нет смысла дробить текст на такие куски. Но еще раз повторю, количество здесь не первостепенно. Первостепенно смысловая связь. Нам задаются вопросы. Лотман жалеет людей, ослепленных ненавистью. Это комментарий. А пояснение он говорит, или пояснение это муслицамого ученика в данном примере? В данном примере пояснения мы не видим. Потому что в данном случае пояснение, как понимает ученик, я по этому тексту дальше покажу вам пример, ну, того, ну, комментария, который, если не идеален, это, по крайней мере, может быть каким-то, если не эталоном, то какой-то точкой отсчета. Здесь, безусловно, должно было быть указание ученика на то, что позволяет, для чего он эти высказывания использует, что он хотел этим сказать, он в этом примере уже обозначен. Лотман жалеет людей, ослепленных ненавистью, осуждает тех, кто разжигает кровавый туман ненависти, но здесь еще не сказано, почему он все это делает, что он этим хотел сказать. Он хотел сказать, что необходимо бороться за мир или там жить в дружбе и согласии людям разных национальностей и других различий. Еще раз, Анна. Возвращение у нашего слушателя Натальи Саниславовны задается также вопросом, почему размышлять над проблемой, ведь словари дают управление с предлогом «о». Размышлять о проблеме, размышлять над проблемой. Я не вижу здесь грамматической ошибки. даже не возникло никакого желания проверить. Это пример, я сразу скажу, и в конце об этом будет разговор. Взят пример из новой книги ЕГЭ «2019 русский язык. Сочинение на ЕГЭ курс интенсивной подготовки». Ни у рецензентов, ни у авторов, как и у меня, этот вопрос не возник. Но стоит его уточнить. Спасибо. Еще один тип ошибки, возможно, возникнет, невозможно, а скорее всего так и будет, это отсутствие смысловой связи между примерами. Юрий Лотман пишет о том, что среди его друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. Этот пример показывает, что люди разных национальностей могут жить в мире и дружбе. Вот как раз таки, возвращаясь к предыдущему примеру, и показывая, что вот как раз таки фраза «подобно это», я не говорю, что во всех случаях это именно так будет выглядеть, вот это то пояснение, которое необходимо к той цитате, тому примеру иллюстрации, которую выбрал ученик. Но вот здесь, как раз таки, между вот этим предложением и следующим примером иллюстрации возникает смысловая лакуна. Как раз таки эта связь пропадает, колокол звонит по каждому из нас. Эта фраза должна заставить каждого задуматься о том, насколько хрупок мир на нашей планете с отрицаемыми многочисленными военными конфликтами. Понятно, что мысль продолжает, развивается, но это уже несколько в ином ключе, и эта связь в данном сочинении не обозначена. Чтобы показать, как это могло бы выглядеть и с теми же, на том же примере того же текста, вот фрагмент сочинения. Это, безусловно, не все сочинение, это только то, что касается комментариев. Юрий Лотман поднимает проблемы междунациональных конфликтов. Автор по-настоящему встревожен тем, что он все чаще и чаще вынужден наблюдать клиническое безумие ненависти, проявление расовой вражды, разжигание национальной розы. Видите, уже дан пример, иллюстрация, закавыченная, это часть текста. Не случайно упоминание о том, что среди его друзей были представители самых разных национальностей. Этими примерами Лотман подчеркивает, что люди должны поступать в отношении друг друга в духе равенства и братства, и нет оправдания тем, кто разжигает кровавый туман национальной розни, наживаясь на страданиях невинных людей. Эти размышления приводят автора к важному выводу, сформулированному в конце текста. Вот эту фразу мы можем считать обозначением смысловой связи между первым примером иллюстрации и пояснением, и вторым. Размышление приводит к выводу. Я говорила о том, что между первым и вторым примером иллюстрациями с пояснениями могут возникать отношения противопоставления, отношения с сопоставлением. В данном случае здесь причины и следствия. Эти размышления еще раз я приводит автора к важному выводу, сформулированному в конце текста. Мне кажется, очень важная мысль о том, что эпоха мелких конфликтов кончилась. То есть действительно мысль обозначил, кончилась. Это опять-таки пример, иллюстрация из текста. И дальше ее толкование. Действительно мы живем в таком хрупком мире, где любое частное столкновение на национальной или религиозной почве может обернуться глобальной катастрофой. Вот в данном случае я опять-таки воспользовалась нашей книгой и привела пример из нее. В книге, о которой я скажу чуть позже, опять-таки, таких примеров не скажу, чтобы там на каждой странице, но, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы составить представление о том, в каком виде мы представляем себе, если не идеальный, то вполне высоко оцениваемый комментарий 2019 года. И вот как раз-таки в продолжение этого разговора, где брать идеальные примеры, на этот вопрос нам дает ответ ЧП в своих методических рекомендациях. При отработке навыков комментирования проблемы исходного текста следует обратить больше внимания на образцовые примеры использования текстуального комментария в трудах классиков отечественной науки и публицистики. Как раз-таки подобного рода примеры и показывают, как должен выглядеть идеальный текстовой комментарий. Как уже сказала, еще одним слабым звеном в сочинениях 2018 года был критерий четвертый, ранее он назывался аргументацией, сейчас это отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. Я сейчас пока отвлекусь от того, что изображено на слайде и скажу все-таки несколько слов о сочинениях 2018 года и о том, скажем так, может наша оценка и столь важна для ФИПИ или для кого бы то ни было, но вот то, что из сочинения убрали эту часть, аргументация и отсылку к художественной литературе, на мой взгляд, вполне обоснованно и оправданно и, наверное, большинство экспертов в общем-то порадуются такой интерпретацией. Почему? Объясню на примерах. За время работы в комиссии в течение, скажем так, одного, одной сессии, скажем, приходится проверять порядка 320-350 работ. И за это время складывается впечатление, что наша русская литература и не только русская, вообще литература включает, ну, порядка 10-15 художественных произведений, на примере которых можно, или с помощью которых можно аргументировать абсолютно любые проблемы. В тройке в верхнем эшелоне три произведения. Они безусловные лидеры. Это война и мир, это судьба человека и это капитанская дочка. И когда читаешь работы, да, безусловно, есть, попадаются интересные интерпретации, интересные подходы к аргументации, не избитые произведения, но, к сожалению, таких работ бывает очень и очень немного. Поверьте, когда читаешь, что текст посвящен проблемам экологии, а аргументируют и в качестве примера иллюстрации приводят войну и мир и дуб вместе Андреем Балконским, который благодаря его душевному порыву дуб ожил и экология восторжествовала, наверное, стоит есть над чем задуматься. И таких работ, я еще раз скажу, очень и очень много. очень часто ученики, ну, судя по сочинениям, в глаза не видели те произведения, о которых пишут. Воспользовались широко распространенным в настоящее время банком аргументов, которых гуляет по интернету. Да, я не ставлю под сомнение, что они там пронесли какие-то шпаргалки или что-то. Они просто заучили глупость, они не списали, но то, что они выучили, назвать аргументацией или иллюстрацией к аргументам совершенно нельзя. Ну, и здесь я опять-таки соглашусь с Ириной Петровной Цибуркой, я принимала участие в ее конференции, седьмой конференции в Москве осенью этого года. Она в одном из своих выступлений обратила внимание, что знание литературных текстов, интерпретации литературных текстов проверяется у одиннадцатиклассников на итоговом сочинении, декабрьском сочинении по литературе. И вот использование этого же материала в едином государственном экзамене получается дублирование, причем не всегда удачное для самого сочинения и для учеников. Я еще раз повторю, когда читаешь 300 работ и в каждой из работ Андрей Соколов, потому что текст для проверки попался о войне, причем не всегда с точными фамилиями, с точными данными или с точными интерпретацией тех или иных событий. с этой точки зрения, наверное, то, что из сочинения на ЕГЭ вот этот часть заданий, соответственно, это критерий оценивания упростился и обозначен только одним баллом, это, наверное, можно считать плюсом. Но я уже отвечаю и этот вопрос был задан до начала вебинара. Нужны ли аргументы в сочинении 2019 года? Ответом на этот вопрос, на мой взгляд, опять-таки, могла бы быть цитата из методических рекомендаций ФИПИ. Исключение аргументации задания с развернутым ответом не означает уход от культуроведческого направления в содержании экзаменационной работы. Вспомним классическую фразу Барта. Прочтение текста акт одноразовый, и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков. Все это языки культуры, старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стерефонию. К чему это все сказано? Нет жесткого требования аргументации с опорой на художественную публицистическую литературу, научно-популярную литературу, но никто не отменял или не никто не запрещает ученику эти аргументы в своем сочинении использовать. Да, они будут оценены точно так же, как и обоснование, основанное на житейском опыте. Да, больше единицы по критерию четвертому одиннадцатиклассник не получит. Но, если он уверен в своих знаниях литературного материала, если он считает, что для обоснования его точки зрения подходит именно это художественное произведение, или фрагмент из этого художественного произведения, что его мысль лучше всего иллюстрирует это художественное произведение, никто запрещать ему этого не может. Тут есть только предостережение, предостережение какого рода. Если ученик ориентируется только на жизненные впечатления и дает обоснование свое собственное, то скорее всего он не допустит фактических ошибок. Ну да, рассказал какую-то обобщенную ситуацию, а если он использует художественную литературу, пример из художественной литературы, он должен быть стопроцентно уверен, что не допустил ошибки в названии произведения, или же в авторе произведения, чтобы не получилось, как в этом году, мне очень понравилось новое название произведения Бориса Васильева, это прямо в моем сочинении, а зори вы мои тихие, с запятой как положено. Понятно, что может быть за обоснованием, даже если использует вот такое название собственной интерпретации, если он, если ученик дал развернутый ответ, почему он согласен или не согласен с автором его позиции, на оценку К4 не повлияет, но мы не должны забывать, что у нас есть еще критерий К12, и в этой ситуации К12 фактическая ошибка, это может сыграть дурную шутку и как раз таки один классник может потерять один балл не за обоснование, а именно за факты. Это одна ситуация. Вторая ситуация, что ученик переоценил свои возможности, он считает, что это произведение иллюстрирует его мысль, обосновывает его мысль, но это далеко не так. Как я вам приводила пример, текст посвященный проблемам экологии, в качестве иллюстрации аргумента приводится пример из романа Льва Николаевича Толстого «Бойная мир», «Болконский» и «Дуб». В данном случае, да, он мог не ошибиться ни в названии, ни в авторе, все, молодец, хорошо, но где логика, каким образом эти две вещи связаны? Дуб Толстого, условно, да, скажем, и проблемы современной экологии. Здесь налицо другая ошибка, нарушение логической связи, и опять-таки ученик теряет балл, а может быть даже не один, насколько он еще там это обоснование подвел и хоть что-то написал о той проблеме, которая действительно была заявлена и которую он сейчас интерпретирует и обосновывает. в комментарии ученика о том, что хотел сказать этим авторам от формулировки авторской позиции. Вот формулировки авторской позиции. Ну, дело в том, я и сказала о том, что эти трудно различимые понятия, и, конечно, одно вытекает из другого, но мной, скажем так, интерпретация примера иллюстрации или пояснения носит более частный характер и поясняет отдельную отдельное высказывание, отдельную фразу, которая представлена в тексте. Авторская позиция это более обобщенное понятие и соотносится, естественно, с той проблемой, которая была заявлена в начале текста, ну, если мы берем классическую модель, потому что знаем, что проблему ученик может сформулировать не только в первом предложении или в первом абзаце своего сочинения, а и в любой другой его части. Наталья Витальевна полагает, что после 9 декабря уже вообще в школах ночи почитать не будут, а будут только проводить ленинги по написанию задания номер 27, а ей отвечает Ирина Григорьевна, что нечему здесь удивляться, и если бы был бы жив Пушкин, он бы застрелился. Ну, здесь я могла бы так прокомментировать или добавить комментарий, я к сожалению на примере наших студентов и не только первого курса, но прежде всего первого курса могу сказать, что по-моему они до декабря не очень много читают, и если читают, то это какие-то усеченные краткие изложения материала, а не полном объеме, потому что когда начинаешь приводить примеры первокурсникам из классических произведений, которые традиционно входят в школьную программу, они с трудом узнают не только произведения автора, причем я же говорю такие вещи, которые не не стали достоянием школьной программы в последние допустим десятилетия, а классика, Лермонтов, Пушкин, Тургенев, и тут не думаю, что это уж будет серьезной проблемой. Поступил еще вопрос, значит ли это, что готовить по-старому к аргументации уже нельзя? Готовить по-старому к аргументации уже нельзя. Почему нельзя? Дело в том, что я не стала сюда включать материал по аргументации в целом, потому что эти вопросы освещались и на предыдущих вебинарах, и в книгах наших этому посвящено было достаточно внимания структура аргумента. Она как была, так и остается. Аргумент, как мы рекомендовали его условно в учебных целях делить на части, что это есть тезис, который обосновывается собственной мыслью, такой мостик, логический переход, затем иллюстрация этого обоснования, в качестве иллюстрации могло быть использовано художественное произведение, могла быть использована какая-то фраза, пословица, цитата, или какая-то жизненная ситуация, и мини-вывод. Все это остается в силе. Единственное отличие, что мы теперь не требуем и этого не нужно, чтобы эта аргументация состояла из двух частей, то есть нет необходимости заставлять давать два аргумента, а один аргумент он строится по той же самой модели. Был вопрос, ну вот я наверное сейчас я не включала в презентации, но тоже был вопрос до вебинара. Нельзя ли показать некие образцы комментария, но комментарий я вставила, я предполагала этот вопрос и был запланирован, а вот обоснования не было. Я вам просто сейчас прочту один из возможных аргументов, как он видится авторами нашего отдела русского языка и литературы и с этими примерами вы сможете познакомиться и самостоятельно приобретя наши книги, ну вот чтобы было понятнее. Тезис или точка зрения ученика, речь человека это показатель его интеллектуального и нравственного развития, ну это чтобы было понятнее. Аргумент, начало аргумента, действительно порой речь скажет о человеке больше, чем лицо, одежда и многое другое. Вот этот пример обоснования еще без всякого иллюстрации. А далее следует, например, среди моих близких друзей нет таких, чья речь была бы пересыпана грубыми словами. Я убежден, что каждое такое слово несет в себе отрицательный заряд. Да и кому хотелось бы услышать от близкого человека что-либо оскорбляющее слух. Таким образом, ничто не характеризует человека лучше, чем его речь. Это микровывод из аргумента. То есть аргумент, как я уже сказала, строится из, состоит из трех частей. Непосредственно сам аргумент, это мысль ученика, это иллюстрация, в качестве которой может быть жизненный опыт, как в данном случае. Никто не отрицает, я вам показывала цитату из методических рекомендаций ФИПИР, на этом месте могло быть любое, естественно, не любое, а подходящее под проблему, под эту мысль, но могло быть включено художественное произведение, в качестве иллюстрации могла быть использована пословица, цитата, высказывания какого-либо более или менее выдающего, значимого авторитетного человека. И третья часть своего рода вывод, который, в принципе, может, если рассматривать эту аргументацию в рамках всего сочинения, может представлять собой вывод из всей работы. Поэтому я еще раз говорю, что мы не отметаем того, что делали до этого. Здесь немножко идет перестройка в том плане, что мы даем не два аргумента, а даем только один. Какой это будет аргумент? Рациональный, логический, будет ли это ссылка на авторитет, или это будет пример просто иллюстративный с опорой на конкретные примеры из жизни или какой-то предположительный пример. Здесь ограничения у одиннадцатиклассников нет. Если вы вот эти виды аргументов, если вы разбирали вот эти возможные виды иллюстрации аргументов, то здесь ученикам даже, на мой взгляд, будет проще в 2019 году, потому что у них будет выбор. Они могут выбирать в соответствии с тем текстом, который им достанется. По поводу текста тоже хотела бы небольшую ремарку. Ирина Петровна Цибулько, возвращаясь опять к конференции, пообещала преобладание на ЕГЭ 2019 года художественных текстов. Да, это не облегчает задачу, поскольку мы знаем, что наряду с теми уже обозначенными проблемами, проблемой комментирования, может быть, проблемой аргументации, когда текст художественный возникает еще и если так, тавтология такая, проблема выявления проблемы. Потому что художественный текст не дает чаще всего не дает такого открытого и четкого указания, какая проблема рассматривается в этом тексте. Вопросы, которые взяли к примеру, интересуются. И поступил вопрос о заключении сочинения обязательное или его можно завершить микровыводом коронавируса? Ну, к этой книге и к другим книгам, пособиям нашего издательства, которые можно использовать при подготовке к ЕГЭ 2019 года, в конце презентации будет ссылка, там будут все обложки, вы их все увидите, я вам еще и несколько слов скажу, что, в какой книге можно найти, но сейчас я вам прочитала пример вот из этой книги. Наверняка многие из вас работали с предыдущими изданиями этой книги. Сразу хочу сказать, вот этот значок по новой демоверсии 2019 года как раз говорит о том, что она существенно переработана, но сразу оговорюсь, в двух параграфах. Наверное, уже догадываетесь, о каких параграфах идет речь. Это параграф, в первую очередь, который посвящен комментарию, потому что комментирование претерпело наиболее значительные изменения, и здесь разработаны нашими авторами новые задания с учетом тех критериев оценивания, тех заданий, которые появятся в 2019 году. И не столь значительными, но все же таки с уточнениями переработан параграф, посвященные аргументации. По поводу вопроса, насколько обязателен вывод в сочинении, я вам могу сказать следующее. Нигде в критериях оценивания нет такого пункта повысить балл или поставить балл за наличие заключения, или наоборот снять балл, если это заключение отсутствует. Но мы с вами прекрасно знаем трехчастное строение текста, ведение, основная часть, заключение, и в каком-то виде такое вывод, такое подведение итога, оно, ну, если не обязательно, а я бы, наверное, сказала, что обязательно, то как минимум желательно. И если и можно где-то наказать за его отсутствие, то это в критерии пятом это логика. Ну, я сразу хочу сказать, что я себя отношу к экспертам лояльным, еще ни один один стекластик не пострадал от того, что он в конце не написал, что прочитав таким образом, прочитав текст, я думался еще раз о такой-то проблеме или еще что-то такое. Я считаю, что вполне может быть, если ученик в аргументации своей позиции в обосновании своей позиции выходит на проблему, которая была заявлена как проблемой всего текста, то специального абзаца или специальной части в принципе в сочинении может и не быть. Да, если он в своих рассуждениях рассматривал какой-то аспект, он ушел от проблемы, то, наверное, конечно, вот этого микровывода из его обоснования будет недостаточно и нужно все-таки вернуться к той глобальной проблеме, которая была им же обозначена как проблемой поднятой автором в тексте. От содержательного уровня теперь немножко об уровне оформления. Как я говорила, еще два критерия падают вниз, достигают почти критической отметки. Это уровень орфографической грамотности и уровень пунктационной грамотности. Вот здесь как раз-таки на диаграмме вы видите процент выполнения этой части работы. Уровень орфографической грамотности К7 3 балла получили 33,6 ну почти 34 процента учащихся, то есть это треть, 2 балла это 38,7 почти 40 процентов, 1 балл 15,8 но уровень орфографической грамотности он да, ниже чем других критериев, но все-таки повыше чем уровень пунктационной грамотности. Я здесь не останавливаюсь на том какие основные орфографические ошибки допускают ученики. Они вам наверняка хорошо известны. Это 1 и 2 буквы Н, это слитное раздельное написание разных частей речи, это слитное раздельное написание не с разными частями речи, но и перечень в общем-то сказать, что что-то больше, что-то меньше здесь, наверное, затруднительно, потому что у каждого ученика свои приоритеты. Функтуационная грамотность гораздо ниже, уровень ее ниже, это видно уже и на диаграмме. Три балла в данном случае имеют не треть одиннадцатиклассников, а всего лишь 18, ну 17,9, 18 процентов. Не дотягивают до 40 процентов имеющие два балла, ну и соответственно 21,4 это один балл, остальные это уходят в ноль. Здесь основными правилами, пунктограммами, на которые допускают ошибки одиннадцатиклассники, это предложения с водными конструкциями, однородные члены и сложные предложения, которые состоят из нескольких частей. здесь прежде всего следует обратить внимание, что да, есть критерии К6, точность и выразительность речи, богатство синтаксических конструкций и так далее, и так далее, но поверьте, еще, наверное, ни один эксперт не снизил К6 из-за того, что ученик использует либо простые предложения, либо если сложные, то состоящие из двух, трех, максимум четырех частей. А если ученики начинают накручивать и представлять себя потомками Льва Николаевича, то результат, как правило, плачевный. Уровни владения грамматическими и речевыми нормами. Здесь все три оценки, предыдущих я не давала, нулевые, здесь со всеми. Два балла соотносимо владения грамматическими и речевыми нормами, соотносимо К9 33 и 9 процента К10 32 и 3 десятых. Один балл имеет чуть больше половины учеников. Ну и оставшаяся часть от 13 до почти 15 процентов не ноль. Вот какие же типичные грамматические ошибки допускаются? Вот здесь я как раз таки хотела на это обратить внимание и привести те примеры, которые удалось выписать во время проверки работ, реальных работ. Жизненный путь героя тяжел и трагичный. Очень типичная ошибка, когда ученики, одиннадцатиклассники одновременно употребляют полную и краткую форму прилагательных. С прилагательными связана еще одна типичная ошибка, это употребление прилагательных в полной форме с зависимыми словами, что недопустимо. Частотные ошибки, несмотря на то, что в задании теперь она будет у нас под номером 7, а в 2018 она была под номером 6, посвященная морфологическим нормам. Нормы употребления степеней сравнения прилагательного рассматриваются, в этом задании в конкретных случаях ученики ошибку видят, аналогичная тем, которые здесь на слайде представлены в качестве примеров, в своих сочинениях не замечают и оставляют подобного рода предложения. Аналогичная ситуация в употреблении собирательных числительных функционирования собирательных числительных и склонения собирательных числительных таких как оба обе. Очень часто и это не замечают ученики неправильно употребляют местоимение. Встреча Чацкого с Памусовым не принесла ему ничего хорошего. В данном случае абсолютно непонятно кому эта встреча не принесла хорошего. Мы-то с вами исходя из содержания можем предположить что это был все-таки Чацкий но по правилам местоимение третьего лица указывает на ближайшее к ним существительное. Но может быть одиннадцатиклассник имел ввиду что и Фамусов от этой встречи ничего хорошего не было. Интересные слова такие как студенчество крестьянство народ собирательным значением воспринимаются как и слова студенты крестьяне и тому подобное. И вместо единственного числа в ближайших предложениях используют число множественное. Комедия обличается провинциальное чиновничество среди них. Если бы ученик использовал здесь вместо чиновничества чиновники обличаются провинциальные чиновники никаких бы вопросов подобного рода конструкции не было бы. типичная ошибка примеры бесконечны в наших пособиях я даже не сочиняю примеры а беру их из реальных работ одиннадцатиклассников это предложение с депричастными оборотами выйдя на привокзальную площадь открывается картина глядя на бедных детей наворачиваются слезы рассуждая над этой проблемой мне вспомнился случай вот целый ряд но еще раз повторю что это только часть тех предложений с депричастными оборотами которые я выписала работая прием при проверке на проверке сочинений еще один слабый момент в грамматических нормах это однородные члены в качестве однородных компонентов используют элементы разные различные элементы предложений что сказал обломову правду и что думает в данном случае слово и целая предаточная часть естественно не могут быть объединены в однородный ряд и аналогичный пример это были грамматические типичные ошибки здесь перечислены те речевые ошибки которые допускают ученики на первом месте с завидным постоянством это конечно плеоназм и тавтология затем неверное употребление слова связанное с незнанием или неточным знанием лексического значения и немотивированное использование просторичной лексики ну я бы сказала может быть даже не всегда просторичной немотивированное использование слов лексики другой стилевой окраски нежели чем требуется в данном тексте ну и вот несколько примеров из реальных примеров из сочинения Наташа Ростова отдала свои поводья с вещами ну понятно да в своем сочинении рассуждения я бы хотела отметить как автор хорошо вклинил в текст изобразительные средства языка герой так и не смог осуществить свою мечту и вернулся обратно пример плеоназма по поводу работать над речевыми и грамматическими ошибками у нас и уже были вебинары и еще планируется работа поэтому я здесь на этих моментах не останавливаюсь лишь показываю какие слабые места в этом плане присутствуют в работе в сочинениях учеников ну уже завершая как раз таки хотела показать обложки тех книг на которые я опиралась в своей презентации в своем выступлении и которые отчасти здесь и цитировала или даже зачитывала полностью отрывки это три книги две из них вы видите с таким квадратиком красненьким по новой демоверсии 2019 года в этих книгах учтены все изменения которые планируются в новом 2019 году 25 тренировочных вариантов мы сегодня об этом не говорили но мы с вами знаем что и первая часть работы индивидуального государственного экзамена включает целый ряд изменений и вот эти 25 тренировочных вариантов написаны в полном соответствии с этими новыми требованиями есть уже и новое задание и те задания которые претерпели изменения в содержательном аспекте или аспекте оценки они тоже здесь представлены необходимый теоретический материал как и по другим темам написан вставлен в соответствующие места поэтому дает полное представление о том какая структура и содержательное наполнение работ в 2019 году ожидает 11-ти классников книга вторая ЕГЭ 2019 русский язык сочинения на ЕГЭ курс интенсивной подготовки я вам показывала живьем что она действительно есть но это тоже есть я ее не показывала потому что есть только обложка просто у нас была несколько иная тема кстати должна отметить что в этой книге тоже есть незначительные не столь скажем значительный и объемный материал по сочинению но тоже какие-то вещи можно и посмотреть и здесь ну в этой книге я уже сказала в чем ее преимущество в этом году что она действительно включает два очень нужных в этом вот сейчас непосредственно 11-ти классникам параграфа еще одна книга у нас подготовки к ЕГЭ хотя здесь и стоит ЕГЭ 2019 но вы видите что нет значка по новой демоверсии к сожалению тематический тренинг эта книга вышла без этих изменений может быть даже это к сожалению неуместно потому что мы и планировали выход этого тренинга до опубликования новых материалов эта книга выходит в июле в августе и позволяет уже начинать работу задолго задолго момента выхода новой демоверсии но поскольку кроме тех изменений шести которые есть в первой части здесь есть материал по другим разделам он также собран поскольку тематический тренинг в параграфы в соответствии с темами и позволяет отработать навыки выполнения других заданий с этой точки зрения эту книгу я бы не стала списывать со счетов в 2019 году тем более что это лишних 25-30 заданий по каждому из типов кроме непосредственно посвященных ЕГЭ есть у нас книги которые можно использовать как при подготовке к единому государственному экзамену так и при подготовке к итоговой аттестации в 9 классе и к книгам которые можно было бы порекомендовать всем ученикам которым интересен русский язык это ЕГЭ русский язык нормы речи практику русский язык нормы речи в большей степени теоретический материал и русский язык большой справочник где собраны теоретические материалы в удобной схематичной табличной форме позволяющей быстро повторить необходимую теорию для того чтобы иметь всегда эти правила под рукой есть вот такой небольшой карманный справочник он не случайно вот такой формате здесь показан он действительно помещается занимает минимум места и помещается в карман важная информация для всех принесших участие в нашем вебинаре скидка 30% на все пособия по всем предметам обратите внимание единственное ограничение это дата и время действует до 11 ноября до 11 часов легко запомнить легко запомнить и код которым нужно воспользоваться чтобы получить эту скидку все пособия о которых я сегодня рассказывала обложки которых показывала как раз таки они представлены в нашем интернет-магазине вопросы которые у вас может быть возникли но вы их по каким-то причинам постеснялись сегодня задать или вопросы которые у вас возникают в процессе работы с учениками в процессе работы с нашими пособиями можно направлять на почту нашего издательства наши данные есть и на каждой обложке каждого пособия если есть или появились или появятся вопросы непосредственно ко мне сейчас на экране вы видите адрес электронной почты не только издательства но и мой личный буду рада с вами пообщаться непосредственно уже в индивидуальном порядке и отвечу на ваши вопросы они уже поступили они уже поступили они уже поступили так было 26 заданий а время не увеличивая экзамен резиновый что ли ваше увеличение но дело в том что этот вопрос как раз таким мы тоже задавали задание появилось новое действительно ну если вы с ним уже а я думаю что вы уже знакомы оно в общем-то не потребует большого запаса времени но на мой взгляд большего больше времени потребуется на решение ну как теперь у нас по новой нумерации заданий с 9 по 12 я с вами абсолютно согласна потому что если раньше было для анализа представлено всего 5 слова слов словоформ то теперь 15 там где было 10 15 там где было ну там видели конечно количество увеличилось и время увеличилось мы вопрос подобного рода был задан и на конференции как я вам уже говорила но авторы и в общем-то администрации если так условно можно сказать мотивировали тем что далеко не все 11 классники а у них тоже есть эта статистика я к сожалению не могу точных цифр не были озвучены точные цифры не были озвучены что но суть в том что учащиеся 11 класса выпускники не используют вот то время которое отводится на экзамен они выходят гораздо раньше это одна причина еще один мотив и второе по мнению автора составителей меньше времени уйдет на написание как раз таки второй части работы сочинения развернутый ответ и это наверняка так потому что ученики мы с вами об этом уже сегодня говорили не должны описывать не давать подробные аргументы пересказывая войну и мир или судьбу человека я вам как эксперт могу сказать что есть работы которые на самом деле не просто большие это не 300 слов это работы огромные по 5 по 6 листов убористым почерком и хорошо если эти 5-6 листов действительно были содержательные как минимум отвечали хотя бы частично тем требованиям которые предъявляются к аргументам нередко это нечто подобное работе не знаю насколько этот но работаю одну в этом году мне просто не могу ну может быть не все но частично хотела бы представить так уже завершение как я понимаю автора он хотел выразить то как во время войны даже будь то и не война а в человеке заложено внутри что-то такое что он жизнь отдаст за того кого любит и это я рассуждаю по-своему вот обратите внимание и это я рассуждаю по-своему потом 3 листа он по этому поводу рассуждает по-своему отец с двумя сыновьями пошли на войну их провожала родная мама старшего сына звали Евгений а младшего Александр так вот старший сын Евгений влюбился в девушку но она была родом как раз против того шла война вообще текст был посвящен Великой Отечественной войне проблема мужества храбрости на войне ну вы понимаете ну и вот в такой это по-своему он понимает и вот отец интересуется Евгения куда ты мол ты едешь каждую ночь на что Евгений ответил отцу что влюбился в дочь врага нашего отец немного помолчал и вот отвечает да не без попытки сочинительства но замечательный в этом отношении вывод как раз таки к вопросу нужно ли заключение я пропускаю тут большие куски там есть повествование и жуткий рассказ не разделен любви и противоречий любви и долга я понимаю это так что и любовь сильнее но и отец за родину убил сына в моем понимании это два самых таких главных термина любовь и война термина и если я напишу книгу в будущем то она будет именно о войне и любви и вот в таком ключе иногда бывает 4-5 страниц а установка какая вдруг он где-то в конце пятой страницы обозначил все-таки проблему а потом он скажет а проблема то была обозначена а у нас критерия как написана имеет право любой части работы я к чему возвращаюсь к вашему вопросу подобного рода аргументация сейчас уже излишне я полагаю что в определенной степени эта задача и педагог показать что какого бы объема аргументацию не написал ученик больше одного балла он не получит а большой объем это больше шансов заработать пунктуационные и орфографические ошибки не говоря уже о содержательном уровне но то об этом уже я говорила вот вам Ольга Ростислав чувствуют медные эксперты которые все это проверяют ну и второй вопрос по вашему мнению вернули формулировка проблема текста не текста не текста ну здесь это ну скажем так я бы это определила как клише которое никак мы не изживем безусловно в тексте поднимаются какие-то проблемы не у автора нет проблем не у текста безусловно нет проблем проблемы есть у экспертов которые потом это все читают здесь я просто я бы сказала что это уже наработанное клише которое от которого очень сложно избавиться не только одиннадцатиклассникам но и преподавателям и экспертам благодарим вас за содержательный вебинар вопросов больше не поступает мы можем попрощаться спасибо большое всем участникам ждем вас на новых наших вебинарах задавайте вопросы вам и вашим ученикам успехов на идее